гаремы помещиков из крепостных в россии как издевались над крестьянами гаремы из крепостных девушек как явление существовали в российской империи особенно в более ранние периоды своей истории когда достижения гуманизма были еще далеко и содержать невольников было доблестью гаремы были специальными местами где помещики собирали группу крепостных девушек для своего удовольствия и развлечения как правило у них были специальные терема где те проводили все свое время либо жили с другими дворовыми людьми присматривая за помещичьими делами на руси девушек используемых дворянами в качестве сексуальных рабынь называли сиральками такое наименование произошло от французского слова сираль которым европейцы обозначали восточные гаремы сирали помещиков русские красавицы попадали против своей воли лишь по прихоти хозяина каждый уважающий себя дворянин считал неотъемлемым атрибутом своей благородной усадьбы гарем из крепостных девок явление появилась с ростом крепостной зависимости когда помещик мог просто заставить обслуживать себя без какого-либо наказания до это являлось прелюбодеянием но на публику помещики были людьми набожными и благочестивыми такие моменты просто совершались без огласки но и не особенно скрываясь знакомство с бытом османской империи быстро привело русскую аристократию к осознанию приятной стороны владения людьми а так как у многих из них были тысячи крепостных то численность гаремов достигала нескольких десятков молодых женщин самым любвеобильным аристократом в истории страны считался виктор страшинский который не только владел сиральками но и был серийным насильником с несколькими сотнями жертв он был настоящим чудовищем которому чужды нормы морали и человечность и лишь массовые жалобы наверх привели к расследованию которое шло 10 лет и окончилось тем что уже разменявший восьмой десяток страшинский был просто посажен своей же усадьбе под присмотр вербовка проходила просто красивых девочек барин отмечал заранее и к моменту когда-то остановилась девушкой выделял ее из прочих не нагружал работой и склонял к сожительству более статусные помещики могли купить себе рабынь на рынке которые были во всех крупных городах и даже отобрать ее у другого барина силой используя своих дворовых людей и влияние на тех кто затем может наказать за произвол друг пушкина вульф писал о своем дяде иване иванович и вульфе женившись очень рано на богатой и хорошенькой девушки несколько летней жизнью в петербурге расстроил свое имение поселившись в деревне оставил он жену и завел из крепостных девок гарем в котором и прижил с дюжину детей оставив попечение законной своей жене такая жизнь сделала его совершенно чувственным ни к чему другому не способным этот момент стал общим местом как для консервативной так и для либеральной частей русской аристократии не только замшелы и старики причинах содержали гаремы но и например декабрист горский был замечен с сожительстве с тремя крестьянками обращался с которыми столько жестоко что они убежали от него и написали жалобу но дело замяли можно привести пример такого совершенно обычного гарема из воспоминаний литератора педагога януария неверова петр алексеевич кашкаров бодрый старик которому в эпоху гощения моего в селе верикуши было лет под 70 он никогда не был женат одна из его побочных дочерей ее семь братьев прижиты им были с солдаткой у наталью ивановной я упомянул что у петра алексеевича был гарем действительно быть женской прислуги в его доме имел чисто гаремное устройство обыкновенно вечером после ужина дежурная девушка по его приказанию объявляла громко дежурному лакею барину угодно почивать и девушки из спальной выносили пуховик одеяло и прочие принадлежности для постели кашкарова который в это время совершал вечернюю молитву по молитвеннику причем дежурная держала свечу а в это время все прочие девушки вносили свои койки и располагали их вокруг кровати кашкарова так как все непременно должны были кроме матрёны ивановны начальницы гарема спать в одной из кашкаровым комнате раз в неделю кашкаров отправлялся в баню и его туда должны были сопровождать все обитательницы его гарема и нередко те их них которые еще не успели по недавнему нахождению в этой среде усвоить все ее взгляды и в бане старались спрятаться из стыдливости возвращались оттуда битыми история это поучительно еще и потому что в отличие от тысяч безмолвных рабынь одна из таких решилась на побег да еще и с молодым крестьянином который также решился порвать с рабством для себя и любимой женщины из числа гаремных девушек молодая недавно вступившая в гарем афимия сильно понравилась конюшему федору и он решился во что бы то ни стало похитить ее и бежать с нею так как федор заведовал конским заводом то в условленное софими и время вечером он запряг в повозку тройку лихих лошадей и подъехав сзади девичьего отхожего места выломал там доску и поджидал афимию обыкновенно девушки ходили за естественную нуждою не иначе как с дозволения и под надзором начальнице своей матрёны ивановны так было и в описываемый случай стоя только разницу что афимия заявив о своей крайней нужде вошла первое и заперев дверь через выломанную федором доску тотчас вышла села с ним в телегу и ускакала велено было загнать лошадей и отправиться немедленно в погоню за беглецами и к утру их догнали и привезли назад афимия после сильной порки была посажена на стул на целый месяц здесь мы видим еще одну грань крестьянской жизни в помещечьем рабстве пытки и телесные наказания как и поступили в беглянкой на шею обвиненной надевался широкий железный ошейник запиравшийся на замок ключ от которого был у начальницы гарема ошейнику прикреплена небольшая железная цепь оканчивающиеся огромным деревянным обрубку вверху ошейника торчали железные спицы которые препятствовали наклону головы так что несчастная должна была сидеть неподвижно и только на ночь подкладывали ей под задние спицы ошейника подушку чтобы она сидя могла заснуть в тот же день когда была произведена экзекуция на дофимии после чаю приведен был на двор предок на кабинета бедный федор кашкаров стал под окном и осыпая его страшной бранью закричал люди плетей явилось несколько человек с плетьми и тут же на дворе началась страшная экзекуция кашкаров стоя у окна поощрял экзекуторов криками валя его валя сильнее что продолжалось очень долго и несчастный сначала страшно кричал и стонал а потом начал притихать и совершенно притих а наказывавшие остановились кашкаров закричал что же стали валя его нельзя отвечали те умирает но и это не могло остановить ярость кашкарова гнева он закричал эй малый принеси лопату один из секших тотчас побежал на конюшню и принес лопату возьми говно на лопату закричал кашкаров брось его в рожу мерзавцу и отведи его прочь помещики могли безнаказанно издеваться избивать до полусмерти крепостных насиловать их жен дочерей и сестер барские забавы доходили до изощренного садизма например шведский генерал состоявший на русской службе граф густав дуглас избивал провинившихся крепостных кнутом а потом сыпал на раны порох и поджигал он называл эту забаву фейерверком на спине или некий помещик леонтьев если еда приготовленная поваром ему не нравилось избивал его а потом заставлял съесть хлеб с солью и перцем селедку и выпить пару стаканов водки после этого целые сутки держал несчастного в заперти не давая ему воды вдова охотница великая была кушать у себя за столом щи с бараниной только признаюсь сколько времени я не жил не помню того чтоб прошел хотя один день без драки как скоро она примется свои щи любимые за столом кушать то кухарку которая готовила те щи притащит люди в ту горницу где мы обедаем положат на пол и станут сечь батожьем немилосердно и пока досекут и кухарка кричит пока не перестанет вдова щи кушать это так введено было во всегдашнее обыкновение видно для хорошего аппетиту михаил данилов записки артиллерии майора м в.д. написанные им в 1771 году генерал-лейтенант лев измайлов живший то в рязанском то в тульском имениях был несмотря на военные заслуги настоящим извращенцем он содержал гарем из 30 несовершеннолетних девочек крепостных которых насильно забирали из семей и привозили в дом к барину где они жили в заточении из всех растленных девиц измайлова самая незавидная судьба была у нимфодоры хорошовской которая в возрасте 13 лет после безжалостных избиений стала достоянием его гарема проведя в нем три месяца она была сослана на каторжные работы на поташный завод но самое страшное то что впоследствии следователи выяснили что это бедная девочка приходилось измайлову дочерью мать которой в свое время тоже была его сиралькой во время оргией который измаилов любил устраивать он предлагал гостям 12-летних девочек а особо уважаемым и более юных жалобы крестьян все же дошли до суда но насильник и педофил был приговорен судом лишь к домашнему аресту да и то только за то что он запрещал крепостным посещать церковь и умер он тоже в своей постели нередко крестьяне убивали помещиков кара за это была простой бунт объявляли изменой грабежом подлых людей а солдаты подавляли зачинщиков жестоко наказывали и затем ссылали в сибирь на рудники алтая или урала где они обычно скоро погибали иногда за поруганную честь мстили и сами женщины некий помещик краковецкий был для крепостных крестьянок настоящим сексуальным террористом не пропускал ни одной привлекательной девушки одна из них сделала вид что согласно прийти к нему но пришла не одна а с несколькими подругами пострадавшими от его насилия все вместе они удушили барина и бросили его труп в канаву рязанский самодур князь гагарин владел гаремом состоявшим из семи девок и двух цыганок в обязанности последних входило на учение крестьянок зажигательным пляскам и душевным песням растленные в совсем юном возрасте сиральки гагарина жили в жесточайших условиях они были лишены всякой свободы вплоть до того что им запрещалось даже смотреть в окно за любое непослушание они подвергались насилию и избиению а перед гостями барина должны были разыгрывать счастье петь и не помнить об унижениях и побоях они были совершенно беспомощны и беззащитны перед издевательствами насилием глумлением с мужиком крепостным поступить жестоко считалось неразумно и опасно как никак он мужик был рабочей силой приносил доход за него платилась в казну подушина он становился рекрутом в ревизских сказках мужик писался душой мужеско полу женщины же вообще не учитывались в переписи доктор исторических наук евгений анисимов в книге елизавета петровна гарем из крепостных девок в дворянской усадьбе это такая же неотъемлемая примета благородного быта как псовая охота или клуб дети от крепостных были и у тургенева и у толстого дворян не смущало то что их дети были рабами подвергались телесным наказаниями а при случае продавались когда тургенев рассказал виардо что у него есть дочь от крепостной то пришла в ужас твоя дочь рабыня хотела собирать деньги на выкуп а великий русский гуманист классик успокаивал мол не надо она же наша крепостная явление начало затухать к концу 19 века когда среди аристократии стало модным подражать европе где откровенно смеялись над дикими русскими которые нарядятся в европейское платье а сами держат своих сограждан как дворовых собак это стало унизительным оставшись лишь как дело наиболее озабоченных помещиков в конце концов аболиция крепостного права и движение к свободе и равноправию в российской империи привели к упадку гаремов из крепостных девушек они стали символом прошлого относящегося к эпохе которая давно осталась позади пишите что думаете по этому поводу ставьте лайк и подписывайтесь на канал